Продолжайте. Ну, когда рубцы на сердце рассасывались, когда, извините, вырастали новые зубы, когда рубцы прямо на теле рассасывались. Понимаете, как мы с вами ехали в это самое, в Чернобыль? Да, конечно. И там выступали. Конечно. И буквально на глазах у нового человека 20 сантиметров рубец прошел. Конечно. Не забыли о том? Нет, нет. Мы с вами же были в Чернобыле, слушали, как тикают вот эти счетчики, трещали, как пулеметы. Да, нет, это не чудо. Ну, если это не чудо, а что тогда чудо? А вот дважды два четыре есть чудо. И пятью пять двадцать пять. Почему? Всегда было. Мы привыкли к началу и к концу. А есть вещи, которые не имеют ни начала, ни конца. Вот в чем дело. Это истина. А истина нематериальна. Она и не измеряется. Дважды два четыре какого цвета? Какой длины? Сколько весит? Мы привыкли к сантиметрам, километрам, к линейкам, килограммам, весам. Но мы не привыкли к истине. А раз не привыкли к истине, то не привыкли к Богу настоящему. Ибо суммарно всех истин и есть Бог. Вы когда-то мне сказали, что миром управляют закономерности. Только. А самая главная какая? Самая главная. Все главные. Все главные, все неизменные. Вот смотрите, никогда не будет дважды два почти пять. Четыре останется. И где? Вот сейчас, скажем, на те созвездия Большой Медведицы. Сколько там дважды два? У каждой звезды четыре. Всюду, всюду. Даже вот во рту у меня. Всюду, в любой точке. Дважды два. Четыре. Истина. Она не видна, не слышна. Потому что все законы мира, все законы, их миллиарды, они могут, им даже маковое зерно будет при огромном пространстве. Они все там вмещаются. И с другой стороны. Вселенная для них тесна. Нет границ, чтобы она не решила. Вот какой парадокс. В маковом зерне там полно места в десятикратном размере. И в то же время Вселенной места не хватает. Поэтому я не зря когда-то вам говорил, мы с вами неоднократно проводили беседы, что суть моего дела – ничем влиять на ничто. Это значит всем на все. Ничем – это истина, на другую истину. Одну истину можно обыгрывать другой. Например, мы все прикованы к земле. Но все-таки человек был на луне. Так? И что получилось? Благодаря двигателям, благодаря закону отталкивания, когда ракет от всех улетел, и что получилось? Козы целы, волки сыты. Закон земного притяжения остался цел, а закон отталкивания тоже остался цел. Человек достиг луны. Знаете, законы можно сливать в одно, как бы спаивать их, и они не противоречат друг другу. И это тоже закономерность? Даже один закон обыгрывается другим. А вот закон смерти может обыгрываться законом жизни. Человек рождается зародышем смерти. Умирает зародышем жизни. Я не стесняюсь вообще говорить и признаваться в том, что я атеист. И мне многие, в том числе святые отцы, говорили, ну ничего. С возрастом многие атеисты приходят к вере, приходят к Богу. Вы с возрастом к вере пришли? Да, конечно, я пришел. Я пришел только не к вере, а вот к настоящему Богу. Это я уже, знаете, делаю реверанс в адрес, как вы говорите, святых отцов, хотя до сих пор не знаю, что такое святой, а что такое не святой. И как стать святым? Что, не курить, не пить, руки так сложить, никого не трогать, спрятаться в погреб, ты святой? Не в этом дело. Когда ты начинаешь познавать законы, узнавать, что они есть такие. Вот есть закон, что могут исчезать рубцы на сердцах. Сколько лет человечества существует, не дошло до того, что это может уйти не с помощью стена, сейчас стены ставят на сосуды, так? И тогда человек еще живет, живет. А так, чтобы сердце родилось заново. Этого никогда не было. Но оно было всегда, но не могли познать. Значит, ты познал закон, что такое может быть. А второй, ты познал закон, а как это осуществить? А тут уже многообразие способов осуществления. Сегодня, да, завтра нет. То есть, Господа Бога вы не поверили? Господь Бога, люди привыкли к людям, но они не привыкли к ничему. А истина, она не видна, не слышна. Знаете, большой боится маленького. Ну, как, боится в кавычках. Маленький боится мельчайшего. А мельчайшая боится невидима. Все подвластно закону. И фактически мы состоим из всего, из закону. Я даже считаю, что наше тело – это остановившееся время. Все мы состоим из ничего. Вот фотоны – это почти ничего. Но завтра, послезавтра найдут единицу, которая меньше фотону. И, в конце концов, придут, придут, что из ничего. Интересно. И весь мир пришел, создан из ничего. Переводится в ничто, потом снова будет чего. По законам перехода из одного качества в другое. Вот что самое главное. И вот есть закон воскрешения живых. Что и удается осуществлять, особенно тканью, которая простая. Вот сейчас все-таки удается достичь того, что казалось бы немыслимым. Например, изменять цвет глаз людям. Знаете, я когда-то рвался в Москве к одному товарищу, надо было прийти. Охранник-то, кем остался упрямым такой. Я говорю, слушай, парень, дядь мне сделаю одну хорошую вещь. Я говорю, у тебя глаза никуда не гадят. Мне хорошая. Я говорю, цвет, у тебя какой-то такой не голубой, какой-то серый. Дайте сделаю хорошее глаза. Что вы? Я говорю, сделай, пропусти меня, мне ждет человек. Ну что ты в самом деле? Если я не сделаю, то ты меня как-то накажешь. Давай тебе сделай глаза. Ну сделайте. Я говорю, закрой. Закрыл. У меня подъем был. Подъем был. Подождал я минуту и ушел. Он меня пропустил. Возвращаюсь, он кидается на меня, обнимает. Говорит, гляньте, я с ума сойду. У него голубизна. У него такие глаза красивые стали. Не всегда так получается, не всегда. Но в залах, где сидит 500-600 человек, огромное количество людей изменяет цвет глаз, цвет зубов. Даже большая аудитория. Это звучит парадоксально, правда? Но это влияние на ткань. Как? Истинно. Знаете, есть закон, что зуб может запломбироваться без цемента. Без того, чтобы машинкой его обрабатываться. За счет внутренних сил организма. А, за счет матрицы памяти нормы. Вы часто писали обо мне всякие очерки, рассказы. Может быть, в вашей памяти хранится, как когда-то был такой Лебедев. Абсолютно неверно в психологии. Вот, хотя научное звание. А что такое матрица памяти нормы? Мы такого не слыхали. Это был 88-й. Ну, так услышите. Память нормальности. Говорю так. Вот, допустим, он горбун и жена горбунья. А ребенок нормальный. Ребенок торжается нормальным. Или слепой, женился на слепой. А ребенок-то зрячий. Значит, тот и другой несет закон, что глаза должны видеть. Но как возбудить, понимаете, получается так. Вот яблоко, его съели, качан остался. То как это яблоко, этот качан делать яблоком? Вот, например, в нашем деле. С качаном не плутится, всяко можно. Но зато в нем есть зернышки. И зернышки они дальше перед... И несут... Там все записано, как должно быть. При таких-то условиях то-то, то-то и то-то. Понимаете? А то, чтобы качан стал яблоком, это только можно с человеком в определенных, так сказать, параметрах делать. Говоря о святых отцах, вы когда-нибудь беседовали с ними, спрашивали их, интересовались, как им удается соблюдать святость? Ну, вы мне говорите, дайте это какой-нибудь святого отца. Вы его не найдете, даже когда все фонари мира зажечь, вы его не найдете. Это все этикетки. Что сказать святое? Я не против этой терминологии, пускай на этом все держится. Но, кстати, кстати, сколько есть мудрых религиозных выражений. Вот, например, такая фраза. Не нарушить закон я пришел, но исполнить. Что можно сказать? А само начало? Сначала было слово. И тут мы напоролись на что? На плохой перевод. Ведь это было давно. Древние народы, это и под словом. Слово, разумеется, истинно, суть вещей – Бог. Но перевод был неправильный. Вот отсюда и пошло, что человек похож на Бога, Бог на человека. Ну, не будем. Это я не хочу возбуждать их, так сказать. Но есть же, вот, допустим, в польской церкви священники, которые, если обед есть, ты с женщинами не можешь ничего делать, то они ничего и не делают. Ну, не они, а некоторые. А что касается они, то сколько в колодцах вокруг осела находили младенцев, только что родившихся. И у каждого из них одна-две служанки. А как они там служат, как они подметают пол, это сие сокрыто от наших глаз. Я знаю, что у вас однажды был разговор в Польше. Был, был, был. Не один раз. Не один раз был. Я был в монастыре. Вообще, в Польше мне было очень хорошо. Польша меня приняла на грудь. Помните эту фразу? Ну, вы свой, вы поляк немножко. Ну, немножко поляк, немножко. Я украинец, так. Но есть и польская. Другим словом, славянин. Хорошо. Не важно, кто ты по национальности. У тебя есть общенациональный для всех землянин. И каждый землянин твой брат. Больше ничего. Если есть, на то пошло. Меня, например, не интересует, кто какой национальный. Разве что там свои особенности. Характериологические, внешность. Меня очень тянуло смотреть на черных. Сколько я бывал в Горлеме. И так далее, и так далее. Ну, было и в этом костёре. Если бы вы хотите, чтобы я это рассказал. А может быть, другой раз. Не, интересно очень. Ну, Чистаховский монастырь. Я часто выступал в костёлах. И, кстати, когда было десятилетие Солидарности, то я тогда уже в Польше. Моё имя гремело благодаря телеоперациям, передачам. Но когда мы шли в мои передачи, телеклиника доктора Кашпировского, раз в неделю шли передачи. Всюду дверь была открыта. И меня пригласили, когда заседало правительство. И там был Валенца. Он ещё не был президентом. И я туда зашёл. Со мной шёл консул наш. Я захожу, а он, наверное, автомат поставил. Прошу пана. Не пустил консу. Не пустил. Не было. Мы туда зашли. И я тогда дал лично Валенсия в руки 6 тысяч долларов. Ну, чек. На строительство доски Солидарности. Вот кто приедет туда, в этот, как этот город называется, к Данску. Там доска Солидарности. Да, где верфь была знаменитая. Это моя доска, Дим. Это моя доска. Ну, вот. Ну, а самое главное, вот это Чинстаховский монастырь. Там я был 3 дня и 3 ночи. Вот. И жил я в келье, где живёт Папа Римский. И, кстати, только нам двоим, позвольте за такую фразу, была вручена премия Виктор. Хотя Папа Римский на то время, он не был гражданином Польши. А я был гражданин Советского Союза. Вот. Тому и другому вне, как бы, ну, как бы, исключение из правил. Это там вы расписывались в книге почётных посетителей? Да, я там расписывался. Там я расписывался. Там, стоит ли об этом говорить, кто там расписывался? Интересно, да. Ну, хорошо. И вот вечерами мы собирались где-то там, в глубинах. Там были первые, вторые, и там глубины были. Шикарнейший монастырь. Я там пару выступлений с ними провёл и так далее. Вот. Благотворительность делал. Потому что там кто-то был из монахов, поджёг монастырь, и какая-то часть монастыря была сожжена. И он хотел так бы выдвинуться, но его разоблачили и так далее. И вот монахов было много. Длинный-длинный стол, где-то метр, может быть, 10, даже больше. И по эту сторону сидели такие крепкие монахи. И по эту сторону. А на столах было всё. Всё, что только может быть. А рядом со мной настоятель. Вседушный, такой небольшого росточка, уже в возрасте. Вот. Конечно, красная шапочка, переводчик мой тут сидел. Тоже интересный был субъект. И я взял и решил спросить. Меня этот вопрос доставал. Всё-таки думаю, ну, что ж такое? Брак не дозволен. И женщинам и нельзя. Это же противно физиологии. В конце концов, почему хочется женщину? Слышь, Бог создал такое. Это не кто-то придумал. Не там начальник, представитель Георгий Сполкома. А это Богом дано. Хотеть женщину продолжать род. И на то пошло. Я говорю, святой отец, можно вопрос? И ему задал вопрос. Как же так получается? И как вы с этим справляетесь? Он сказал так. У меня, я 50 лет уже здесь. И у меня и два греха. Так монахи переглянулись. Потом, ну, что у них было и не один, и не два, и не три греха, наверное. Вот, ну, молодые, крепкие ребята такие. Ну, честно, ну, то ли борцейк получал, и то ли штангисты. Говорит, у нас распорядок такой. Пять утра подъем. Я просыпаюсь, но хочется подержать еще. Я чуть-чуть-чуть вижу. Это мой первый грех. А второй, я постоянно, каждую секунду думаю о женщинах. И тут его палец сделал такой. Но! Мы, монахи, чуть-чуть плечи втянули. Он дважды повторит, два сказал, но. Но я преодолеваю это чувство. И это помогает мне приблизиться к Богу. Потрясающая история. Да. Вы ему поверили? Он поверил. Почему? А то, что вы сказали, вера. Вот я часто, знаете, я позволяю себе иногда такую фразу, некоторые могут обижаться. Я говорю, что в нашем деле не положено, мне не надо верить. Я не хочу, чтобы вы мне верили. Потому что вы верите не тем местом. В каким местом вы верите? Не знаю. Умом. А сколько лет вашему уму? Пятьдесят. А телу? Торепи. Какое пятьдесят? Вашему телу сотни миллионов лет. Вы получили какое-то зернышко в яблоках. Сколько ты мой зернышко? Ну, как эстафетная палочка тянется тысячелетие. Нашему телу тысячи, тысячи лет. Природа долго пестовала, шлифовала наши пальцы, наши сосуды, наши глаза. Давление мы адаптированы к этой атмосфере. Мамонты почему-то вымерли, что-то изменилось тогда на земле. И мамонтов не стало. Так? Поэтому в данном случае я только верю в вас как мастер. Вот я, например, скульптор. Я верю в скалу. Мне не нужна вера скалы. Я скрипач. Я только себя оцениваю. И я знаю, что я играю. Но я в скрипку. Скрипка не должна в меня верить. Кстати, я здесь в Киеве. Я сделал такой тур на Киев. Потом сразу же, сразу же поехал прямо в Хмельницкий. Там моя двоюродная сестра. Вот. И, кстати, она мне такую Америку открыла. Ей 79 лет, а у нее 30... Все зубы на месте. Она говорит, вот порода Хмельницкая, потому что девичья фамилия моей мамы Хмельницкая. То есть вы, Кашпировский, Хмельницкий? Ну, нет. Уж как есть. Мама Хмельницкая. Все. Вот. Дело невродословное. И потом я оттуда вернулся. Еще в Киеве... В Винницу заехал. Это крепость. Там, где я родился. Вот. В Винница. Могила родителей. И вот в Киеве снова. Во-первых, в Киеве меня была встреча с академиком Максименко. Мы когда-то сотрудничали вместе, когда у меня был Международный центр психотерапии. Он очень, очень выдающийся специалист. Его мало, когда он в Киеве, он все время за рубежом, то в одной академии. Он член очень многих многих академий, очень глубокий человек. Вот. Мы с ним встретились, поговорили. У нас есть, так сказать, тематика, потому что я являюсь консультантом психотерапевтического центра. Харьков мне, с Харькова продолжили. И так являюсь консультантом. Неважно. Это было такое первое хорошее впечатление. А второе, вы знаете, я такой голодный на интересных людей. Это, ну, невероятно. Меня и в горле мтянуло, потому что другой цвет кожи, другие нравы. И вдруг мне тут встречается совершенно такой, ну, мальчик, очень красивый, вероятно, чем-то то ли на Брюсли похож чем-то, то ли он похож на этого человека, который играет в фильме «Прогулка», когда он прошелся по канату между близнецами. Что-то такое, ну, такая миловидность, красота. И я в шоке остался. Каком? Ну, условно в шоке. Что это мальчишка, которому 21 год, его способность к музыке, его способность как композитора оценили где? Ну, на самом большом Олимпе, в Голливуде. И он является режиссером, является композитором фильма «Танго смерти». Я на него смотрю. Как так? Как он тут из Киева туда попал, как ему оценили, слушал музыку. Потрясение. Вот, когда он играл на пианино, когда играл, я ему потом говорил, что это музыка про то, про то, про это. Она говорящая музыка. Была музыка, что просто слезы наворачивали, сжимала вот здесь. Думаю, не зря. Вот. Кстати, он ваш инофамилец. Вот. И, кстати, не только инофамилец, его тоже зовут Дмитрий. Вот, у него есть Дмитрий Ильич, а он Дмитрий Дмитриевич. Вы такого не встречали в своей жизни? Встречал. Да? Это ваш сын. Спасибо. Я не мог этого не сказать. И я, и в Фейсбуке всюду, я хочу отметить, я хочу, чтобы все восхищались этим человеком. Вы понимаете? Вот потому что талант, талант надо беречь, надо его укутать признанием, надо дать ему вдохновение. Вот только человек, который сам добивается в жизни огромной вершины, способен быть щедрым по отношению к другим право. Конечно, да, да. Вот. Такие, такие очень хорошие посетения. И Киев так очень... Чтобы закончить разговор о Ченстохове и о книге записи почетных гостей, кто еще оказалось перед вами, оставил свою подпись? Знаете, не знаю, насколько это удобно говорить. Там книга записи, она сама простая, а исписанных страниц мало. На самом слевой странице был Гиммлер записан, а мне пришлось расписаться под Гитлером. Потрясающе. Все. Я хочу вас процитировать. Вы однажды сказали, не я конфликтую с эпохой, а эпоха со мной. Что вы имели в виду? Нет, не так. Мне сказали, какой у вас самый большой конфликт? Я говорю, конфликт с эпохой. Но только я с ней конфликтую, она со мной почему-то конфликтует в лице отдельных людей, которые в своей жизни не дошли до открытия того, что можно открыть. Я не хочу называть их невеждами, я не хочу называть их слепцами, но все-таки зрячих гораздо меньше, чем слепцов. Хотя в быту физическая слепота таких людей не так уж много, но не так уж. А вот слепцов ума... Шли шесть ваших легендарных телесеансов по центральному телевидению, когда улицы городов пустели, когда преступность снижалась по всему Советскому Союзу в разы? Нет, нет, нет. Преступность не снижалась. Кемерову. Нет. Раз спустили улицы, значит, не совершались преступления. Это уже другая степь. Я, когда выступал Кемеровым, то я там в больших залах выступал, 5-тысячных зала, три выступления в день и телевидение постоянно. И вот я заметил на одном из них в первом ряду сидела девушка такой потрясающей красоты, и мне мелькнуло что-то разыграть какую-то такую хорошую вещь. Я ее позвал к себе и сказал, девушка, ну как вас зовут и так далее, а вы хотите подарок подарить? Вам, да нет, мне ничего не надо. Я говорю, надо, не так тебе, как людям. Вот. Я говорю, я сделаю очень сильный подарок. Сейчас нас смотрят сотни тысяч людей и среди них бандиты смотрят. Я сейчас к ним обращусь. Я говорю, слушайте, бандиты, девушка нравится? Я понимаю, что вы там что-то говорите, но я знаю, что мне нравится, она не может. Я знаю, что она вам понравилась. Давайте так, извините меня за такую самоверность. Я говорю, давайте мы сделаем подарок. Ах, вы сразу заволновали, не волнуйтесь. Вам общак никто трогать не намерен. Давайте мы сделаем более ценные, чем деньги. А именно, девушка, вот сейчас такой подарок я хочу вам преподнести с помощью людей, которые вот так получились в жизни в такую колею вошли. давайте такой подарок и потом спросим она готова ли принять, чтобы хотя бы три дня в этом городе никто никого не убил, не изнасиловал, не ограбил. Ты такой подарок хочешь? Ой, я хочу, ребята. Мне потом пришло письмо две недели в Кемерово не было ни одного преступления. И где-то эта газета есть, но может быть я найду ее в своих бездонных архивах когда-нибудь. Ну вот я к чему. когда эти шесть телесеансов шли в прайм-тайм 250 миллионов страна. Ну все практически смотрели. А Польшу? А Польшу. В Болгаре? Да. Я думаю, я не думаю, я знаю, вам открывался тогда в это смутное время прямой путь на президентство. А почему смутное? Она сейчас смутная? Сейчас продолжение смутного времени. Пост смутное. Открывался прямой путь на президентство. Тем более, что тогда был запрос на новые лица, на новых сильных таких личностей. Я думаю, что если бы сложились обстоятельства благоприятно, вы могли бы стать тогда президентом Советского Союза. Знаете, я сплотнулся в первую ступеньку. Я обрек себя сразу на проигрыш. Мне надо было не шесть передач, а тридцать. Раз. Потом, наверное, я на том этапе был недостаточно авантюрен. Это второе. Вы были честны просто? Нет. Профессии во всем? Нет, 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 нет. Вы знаете, быть президентом не так просто. Все-таки, знаете, многие говорят, ой, я хочу быть президентом. А ты умеешь быть президентом? А ты знаешь хотя бы немножко экономику. И в конце концов, быть глубоким таким философом, психологом, чтобы это всем держать. Это сложнейшая, сложнейшая вещь. Быть президентом, орбаться президентом, будучи, не имея административного опыта. Это слаловато. Ну и слишком было противоречиво с тем, вчера я был врач в Винской психбольнице. Понимаете? И вдруг вот такие. Тут меня вознесло, но все равно был какой-то небольшой тормоз. Если было бы 30, естественно, к этому пришел бы. Пришли бы. Почему? Потому что у меня благие намерения были. Я так болел за страну. Понимаете? Каждый раз, вот когда был в Думе, вы думаете, мы не вызвали с Митрофаном, тогда он заведовал одним из комитетов геополитики. Мы признали американцев. Два проекта по 500 миллионов долларов. И как только представители космического агентства стали рассказать, какая у нас аппаратура, они раз исчезли. То есть, хотелось стране сделать хорошо. Ну, было, было соответствующим так где-то в душе намерение, как бы сделать хорошо. Вот. Ну, например, если кто президент и меня слышит сейчас, давайте введите такой закон, чтобы молодые люди, которые вступают в брак, и не только молодые, а может быть, второй раз уже выходят, дайте им какая-то квартира. Не только роспись, а и квартира. Двухкомнатная квартира. Сколько у детей будет? Трое, ну, тогда трехкомнатная. Ну, можно было, в то время столько было денег, столько богатства в стране, нет, они строили Асуанскую ГЭС. Заставляли полюбить себя строительством. Ну, не заставили. Вот. Ну, и спортивная сторона. Знаете, процессы моей жизни мне приходилось встречаться с такими интересными спортсменами, даже с Мухаммадом Али, вот, который недавно умер. Я о нем поместил, было, статью, у себя на сайте, назывался «Последний раунд». Мы поговорим еще обязательно о Мухаммаде Али, это очень интересная тема. Я хотел бы спросить вас, вот, вы говорите, что тяжело быть президентом, что не каждый может быть президентом, но то, что президентом Украины был Виктор Янукович, подтверждает то, что как раз любой президентом может быть, практически любой. Я знаю, что Виктор Янукович, когда вы проводили свои телесеансы в Москве, ездил на каждый телесеанс в Москву, чтобы вас посмотреть. С его слов. Это он вам сказал? Да. Но в 2004 году он принимал меня у себя. Я был у него дома. Вместе с двумя его сыновьями, которые так три часа стояли и даже не шелохнулись. Мы с ним разговаривали. Я имел одну идею, которая пьет за рубежом. Это одна история. А потом, он, когда был премьер-министром, вот, он тоже принимал меня. Я был не один. Я был человеком, который очень люблю. Вместе мы были. Вот. И вы знаете, что? Что бы кто, какое ни было общественное мнение. Да, у него были там и плюсы, и минусы, но он я очень уважал всегда. и что бы там ни было, мое мнение не изменится. Он мне принимал, он оказывал мне честь, он, у меня даже до сих пор часы его стали. Я никогда не хочу услышать, когда о нем кто-то что-то плохое говорит или там осуждает. Я его глубоко уважал и уважаю. А то, что он, может быть, какие-то сделал ошибки, тем более, у него сын погиб. Вот. Ну, я как-то, вот такая, я не знаю, может быть, я настрою против себя какую-то часть людей, но что, что поделать? Я никого... Честный и сильный человек, что думаете, то говорите, и имеете на это полное право. что я остался человеком, который его уважает до сих пор. Я хочу вас процитировать. Когда я был новым русским, Березовский еще на трамвае с Зайцем ездил, сказали однажды вы. Это да. Не только он. Действительно, вы были первым, наверное, советским долларовым миллионером в то время. Что сейчас в финансы? Поют романсы или что-то удалось сохранить? Романсы. Такие лирические. Когда иногда муд слезы выступит на глазах. Я хотел сказать, что одно из качеств, которое всегда считается хорошим, оно вообще-то дурное. Вот будем вода. Ну, что такое вода? Вот стакан воды, а ничего. Сэна Шушевская Гесс, как Енисей, рванул и снес все. То есть, когда много воды. То есть, доброта. Доброта есть одно из дурных качеств. Я был чрезмерно добр. Я дарил. И никогда, никогда не говорю, вот я подарил. Я дарил квартиры, я дарил машины. Была возможность. Мне было стыдно. Мне было стыдно, что я вдруг так вознесся. У меня есть возможность. я вам скажу, что как я летал на самолетах? Я проходил аэропорт, не-не-не, идите туда, прямо к самолету. Я летел с пилотами в кабинах. И даже там однажды Караченцев, когда там Караченцев, ну, давайте сюда Караченцев. Есть, есть видеоматериалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень приятно. Я вчера, что я с вами познакомился. Вчера свидетельствовал. Но это было все, Дим. Это все было. Я не достиг самой большой вершины. Еще. И мне есть одна очень колоссальная цель. Когда кончились передачи, я потом в 2009 году решил к ним вернуться, только по-настоящему. Не на ту же ступеньку, а выше. И обратился к начальнику не на Звездного городка, а начальнику... Да, Звездного... Роскосмоса, наверное. Не, не Роскосмос. Я в Звездный городок поехал. Петр Ильич... Климук. Климук. У меня на сайте есть Звездная история, как я к нему приходил и предложил, что провести 10 операций хирургических с космоса, раз, а потом 10 передач. И он пошел на это. Ну, потом началось, что... Григорьев, главный специалист среди космонавтов по медицине, организовали проверку на Габричевского, 7, это в Москве. И там я узнал, там я стал очень уважать космонавтов. Да это как-то оно приелось. Нет, это очень сложная вещь. Герои, правда? Герои. Вот сейчас летает, как-то так же привык. Нет, нельзя привыкать. Героизму, который каждый раз есть, ну, нельзя привыкать, надо очень, очень, очень уважать космонавтов. Они действительно герои, они на грани, и они облучаются, и все. А как, какие качества требуются со стороны здоровья? Вот, например, у меня было что? У меня с вестибулярным было очень плохо. У меня была сильная реакция на реагирование. Вот дается, пучок света дают, и вопросы. А это пучок света, как удар бревном по голове. То есть, просто ничего не соображает. И я прошел эти тесты за 30 минут, ответил на все вопросы. Между прочим, а Гагарин 6 часов отвечал. Но у него другие качества были в плане здоровья. У него была улыбка, очень такая. Ну, и кроме того, видно, он переносил кресло Кука. Я не могу. Особо кресло Кука мне уже нехорошо становится. Я там четыре раза проходил пробы, пока, в конце концов, меня признали, что годится. На самом деле, я не годился. Вот. Такая была идея операции. Представляете, если было бы? Но нашлись те, кто помешал. Не буду говорить, кто и что, но стали мешать. И я понял, что меня не пустят туда. Анатолий Михайлович, я знаю, что с детства вы читали уже очень много книг. Я помню, какая у вас на улице Чкалова была огромная библиотека. И это были не книги для красоты, не книги под обои или под цвет шкафов. Каждую из них вы читали, вы анализировали, вы думали много над этим, вы использовали это в своей работе. И я вчера застал вас за чтением книги свежего лауреата Нобелевской премии Светлана Алексеевич. Что вы сейчас читаете? Что вам нравится читать? Что нравится? Честно говоря, я очень часто читаю самого себя. Афоризмы. И уже есть что, правда? Ну, есть где-то 15 тысяч. Приходится обрабатывать, но сейчас я... Ну, конечно, читаю. Если что, попасть. Одно время я беру с собой книги, читаю. Читаю в перерывах между выступлением, читаю в самолете. Ну, чтобы так сильно читать, это вы меня сейчас подстегнули, вот, теперь сегодняшняя я буду очень сильно. Потому что необходимо. Читать надо постоянно. Вот. А кроме этого, знаете, есть интернет. Это только книга. Открываешь, было то, было. Там очень много из полезных вещей, интересных. Но, все-таки, книга из книга. А те книги, которые я увидел у вас дома, что написала эта Светлана Алексеевич, Алексеевич, да. Ой, какая умница. Как она красиво написала, так, по-доброму позавидовала. А речь какая. Да. Вот, как выпукло, красочно, без всяких гипербол, не зря дали Нобелевскую премию. Какая молодец. Вы сказали, 60 лет, где-то так. Вы с ней беседовали? Ну, вот это интервью покажите людям. Все-таки, они бы еще не показывали? Нет, скоро. Да, надо показать, потому что женщина-феномен. Книги феноменальны. Читаю, считаю, остановиться невозможно. Пока я там был знакомый с вашей библиотекой, то я успел многое почитать. Я все быстро читаю, все знаете. Вот, первый том я пробежал где-то, вот первый том я где-то пробежал за минут 30. Но очень много взял оттуда. Это спорость. Очень быстро читаю. Антон Михайлович, какое кино вы любите смотреть? Что вам понравилось? Есть, есть. Ну, вот какие кинофильмы. Я даже хочу где-то на сайте выставить мои любимые фильмы «Таманго». Вот. Это когда с африканского континента набрали плен невольников и как везли их на корабле, как не поняли восстание. Шикарнейший фильм. Потом мне нравится фильм «Адские водители». Жаворонок у танкистя, который был в плену и как испытывали броню наших танков и как он вырвался и как он потом уже не безоружный, как он курсировал по Германии. Но самое главное, когда он уже направлялся на аэродром, у него было еще несколько напарников и вот против него уже орудие и тут вдруг на дорогу выбегает мальчик, собачка, немецкий. И упал, и плачет. А тут танк надвигается. Все замерли. Механик-водитель вытаскивает, выскакивает с танка, берет мальчика на руки и на бочину ссадить. То, как танк тут пулеметная очередь. Аж даже немцы эти стали, посмотрели на эту идиота, были недовольны. Ну, видите как. Этот фильм хороший. Потом, вот буквально на днях, я смотрел фильм уже несколько раз. Сначала я в самолете и увидел. Когда я летел из Нью-Йорка, думаю, что же смотреть? Нашел. Назвало это прогулка. В этом фильме играет Джозеф Гордон Левит. Настолько обаятельный человек, ну, иногда можно влюбиться. Мужчина может влюбиться в мужчину. Им на таком плане. Без задней мысли. вот именно без задней. Да, я говорю. Это хорошо сказано. Настолько, как он играет. Это же надо было пройтись по канату между близнецами. Я был на одном из них. Оттуда смотришь, как муравей люди. И на такой высоте прошел. Но на самом деле он просто как бы играет это. Там все кинепторфильски сделано. Сама обаятельная личность, сама эта романтика, это подвига. Но в 74 году, 7 августа, по канату прошел Филиппе Петти. Он такие реально прошел по канату 8 раз.